В свое время у меня был товарищ из этого самого университета, из Беркли. Он рассказывал такую историю, что если мы видим в голливудском фильме какого-то хорошего ученого, который спасает мир, он обязательно из Стэнфорда, из MIT, из какого-то другого университета. Но если это сумасшедший ученый или какой-то bad guy, то он точно будет из Беркли. Так что сегодня сообщение с темной стороны хилы. На самом деле, если серьезно, я не слишком силен в метрик леоней, потому что это не совсем моя область. Я вообще во многом не силен. Поэтому я взял и честно спер тюториал в эту область, которую написал недавний аспирант Беркли Брайан Кулис. И читал он это дело по случаю ICML 2010 года, который проходил в Израиле. Я это, в принципе, видел. И надеюсь хоть сколько-то донести энергетику того, что там происходило. Презентация очень длинная, поэтому в какой-то момент мы остановимся, так как она по нарастающей, сложность ее идет по нарастающей. Я думаю, что в какой-то момент мы просто поймем, что сложность перевалила наши умственные способности, и на этом застопоримся. Итак, в прошлый раз я говорил о том, что так же, как и генетическое программирование, КНН — это тоже секта. В этой секте есть свой язык, и в этом мире языком является дистанция. То есть насколько у нас большие расстояния между точками, и, по сути, все машинное обучение выражается в том, чтобы сделать правильное и хорошее расстояние между точками. В прошлый раз мы не рассматривали, как это сделать конкретно. Мы рассмотрели только несколько способов выборки и несколько способов поиска ближайшего соседа. В этот же раз хочется рассмотреть, а как сделать расстояние лучше, как сделать расстояние, приспособленное для решения тех или иных задач. То, что это секта, можно видеть из тех областей, в которых это применяется. На самом деле это применяется, конечно, ну, комминс. Куда от них деваться? Это, конечно, способ кластеризации. И здесь говорится такое, что чем лучше у нас расстояние, тем лучше будет кластеризация. Саппорт вектор машинс. Здесь ни к селу, ни к городу, на мой вкус. Но, тем не менее, там тоже решения линейные. И область очень тесно связана с metric learning. Но связана она, скорее, чисто технически. Сейчас мы посмотрим, насколько технически она связана, так как я все время буду говорить. А вот это мы с вами увидим и рассмотрим в СВ. То есть и терминология взята оттуда, и многие приемы. В частности, вот kernel trick, который будет в конце лекции взят, конечно, из support vector machines. Ну и, конечно же, conieres neighbors. Собственно, ядро всей эффекты. Ну, в чем проблема? Во-первых, большинство из этих методов пробуются на картинках. Собственно, почему я не являюсь большим специалистом? Потому что большинство из этих методов применяется к картинкам. А в computer vision я залезаю ручками. Никогда не залезал и, в принципе, никогда не планировал. Можно видеть, что для того, чтобы идентифицировать эти лица, наша функция расстояния должна быть устойчива, например, к поворотам. Что показывается здесь, с одной стороны. С другой стороны, быть очень и очень четкой в понимании, что даже близкие изображения могут существенно отличаться, могут идентифицировать разных персон. Понятно, что проблема не очень простая. Итак, собственно, в чем состоит проблема? Пускай у нас есть 13 разных фичей, 9 из которых у них значение от 0 до 10. Если мы все линейно заскейлим к 0,1, в принципе, мы получим все то же самое. То есть у нас будет, например, в этом случае распределение от 0 до 0,1 где-то. От 0 до 10. Дальше 3 фичи, которые имеют значение от 10 до 100. Ну и, наконец, последняя фича такая вот плохая, которая имеет значение в среднем 700 с стандартным отклонением в 300. Понятно, что если мы введем евклидовую норму, то ничего, кроме вот этого 13 направления, вот этой чертовой дюжины, влиять на близость не будет. Важно только то, насколько мы близки по этому направлению. На все остальные направления нам начихать. Понятно, что это не очень хорошо. Потому что мы взяли и отбросили 12, еще 12 фичей, которые, может быть, и хорошие. Что же с этим сделать? Ну, во-первых, мы можем это все дело повыйтить как-то. То есть назначить веса, каждый из фичей, и надеяться на то, что это взвешивание приведет к каким-то хорошим результатам. В принципе, это один из методов metric learning. То есть найти такие веса, которые наилучшим образом скажутся на классификации. Какие у нас ситуации могут быть? Ну, может быть, что у нас все четыре... Ой, елы-палы. А у меня красиво. Может, что все четыре класса расположены где-то в разных местах пространства, и мы можем их хорошо и качественно друг от дружки отделить. Однако, ну вот, в частности, вот так. Это один класс, это второй класс, они прекрасно отделимы, и все с ними хорошо. Однако, может быть, ситуация вот такая. Когда по одной из координат нам вообще не важно, какова эта координата, а другая координата важна, потому что она делит нам два наших класса. Ну, здесь это демонстрируется. Вот еще раз, то же самое, только в терминах, когда случай хороший. Итак, какие есть основные способы превращения плохой метрики в хорошую? Во-первых, это фича ревейтинг. То есть, когда мы, во-первых, можем перевзвесить каким-то образом фичи так, чтобы все стало хорошо. Далее, это диагональные махаланобис методы. Это когда мы сначала делаем какое-то афинное преобразование в пространстве, а потом подбираем, как бы взвесить фичи. То есть, на самом деле, это первый метод, как повесить фичи получше, но только метод с учетом какого-то афинного преобразования, которое нам задано, или которое мы можем хорошо придумать. В чем проблема этого метода и в чем его сила? Это в том, что количество параметров у нас растет линейно по отношению к размерности пространства. Что хорошо. Далее. Второе. Вторая часть — это полные линейные трансформации. То есть, когда мы подбираем конкретную матрицу, которая играет роль преобразования, мы хотим подобрать, ну, то есть, не только заданной матрице поворота, мы хотим эту матрицу, ну, поворота, заданную матрицу афинного преобразования, мы хотим эту матрицу афинного преобразования в процессе еще и подобрать. И здесь мы сталкиваемся с проблемой того, что теперь переменных у нас d квадрат. И для больших размерностей и это d квадрат может быть довольно большое. Поэтому нам, конечно же, придется разбираться со сложностью модели. То есть в чем наша проблема? Если у нас много-много параметров, мы с вами уже это видели, что если есть много параметров и мало наблюдений, то мы очень быстро переобучаемся. Особенно если параметров больше, чем наблюдений. И для того, чтобы сделать более или менее стабильное решение к переобучению, нам приходится вводить функцию регуляризации. То есть функцию, которая дает penalty, предпочитает такие модели, которые менее сложны, в которых, например, меньше ненулевых коэффициентов. В данном случае также наша проблема будет сводиться к тому, чтобы найти правильный метод регуляризации. Ну и, наконец, нелинейные трансформации. Нелинейные трансформации в большинстве своем опираются на так называемый kernel trick. То есть мы задаем некое преобразование от двух переменных, которое играет роль скалярного произведения. Да, оно может не соответствовать никаким законам скалярного произведения и, на самом деле, не задавать никакую метрику в любом пространстве. Но мы будем думать, что это скалярное произведение. И таким образом применять нелинейные трансформации зачастую к исходным координатам. Ну, видимо, чуть-чуть попозже об этом. Что касается neural nets, сегодня их не будет. Говорят, они есть. Я ничего про neural nets в metric learning не знаю. Сразу говорю. Тра-та-та-та-та-та-та. В общем, ничего нового там не написано. В metric learning существует два больших подхода. Две группы подходов. Как и в любом машинном обучении. Есть uncipervised metric learning. Когда мы просто смотрим на соотношение между фичами друг с дружкой и на то, насколько близки точки в исследуемом пространстве друг к дружке, при каких условиях. Здесь работают Dimensionality Reduction техники, такие как ICA. Здесь работают, собственно, PCA. Ну, да, ICA – это Isolated Component Analysis. То есть, или Independent Component Analysis. Ну, короче, когда мы преобразовываем пространство, пускай у нас есть несколько зависимых величин, мы можем взять и преобразовать их в пространство в терминах независимых случайных величин. Таким образом, мы можем оттуда, скорее всего, вытащить какие-то зависимые случайные величины, ну, зависимые направления. И таким образом уменьшить размерность полученного пространства. PCA – это Principle Component Analysis. Хорошо, наверное, может быть известный из курса алгебры. Вот. Ну, короче говоря, метод Dimensionality Reduction, я надеюсь, что мы рассмотрим в следующий раз хотя бы в каком-то виде. Multidimensional Scaling, в общем, все методы, в которых мы ничего не знаем про целевую функцию, а просто смотрим на соотношение значений различных направлений и на плотность расположения точек исследуемого пространства. Далее. Supervised и semi-supervised metric learning. Здесь все просто. У нас есть конкретные лейблы, и мы можем от этих лейблов скакать. Хорошо или плохо, то есть исследовать наше правило локальности. Где оно работает, где не работает, и как сделать так, чтобы оно работало наилучшим образом. Ну, про constraint и сейчас. Да, в этом туториале в основном идет рассказ как раз про супервайст или семер супервайст метода. И это хорошо. Почему? Потому что unsuperвайст методы мы с вами довольно редко будем поминать. Поминать будем в суе, потому что это скорее data mining, нежели machine learning. Итак, в этом туториале это типа не только список алгоритмов, но и рассказывают про основные принципы того, что происходит в metric learning. И это клево. Потому что это позволяет нам не только узнать, какой метод запрограммировать так, чтобы он работал, но и придумать, как использовать приемы, которые здесь применяются в каких-то других областях. Далее рассматриваются несколько методов. Либо тех, которые, как поло, на основе которых сейчас все делается, которые работают плохо, но на основе их делается много интересного. Либо методы, которые доказали свою высокую эффективность. В частности, один из методов, который будет здесь рассмотрен, он сейчас является наилучшим методом для определения такой странной штуки, как какой объект показывает картинка. Вот слон здесь или кубик, или здание. Вот на таких задачках, которые в Pascal ставятся и, скажем так, решаются на кто лучше, побеждают методы, связанные с metric learning. Далее. Повторяющиеся идеи. То есть то, что используется из области в область стандартной техники. Скеллабилити, то есть насколько та или иная метрика у нас приспособлена к растягиванию. Линейные, нелинейные, онлайн, офлайн, все по классике. Ну и, наконец, applications. В applications мы, скорее всего, не полезем, потому что я там совсем ни черта не понимаю. И, ну, я могу показать, что вот там из 300 картинок столько-то было распознано, но что конкретно это значит, я не скажу. Ну, вот здесь все начинается с on the generalized distance in statistics товарища Михаила Анобиса. собственно, от чего все прыгать и начинают. Мы везде и очень часто будем говорить, что у нас Михаила Анобис distance. Что это означает? Означает это довольно простую штуку. Если у нас есть несколько векторов, n штук, n большое, которые находятся в пространстве rd. Я обычный rn маленько использую, а здесь везде d. Так вот. Самая известная дистанция из тех, что мы знаем, из тех, что мы проходили все время, чтобы была эта евклидовая дистанция. Для того, чтобы исключить оттуда корень, который всем мешает, и который с точки зрения argmax мы можем убрать как монотонное преобразование, все любят работать с квадратом евклидовой дистанции. Очень хорошо. Теперь давайте скажем, что матрица sigma – это матрица кавариаций. То есть взяли матр ожидания и посмотрели, насколько от матр ожидания по соответствующим координатам одновременно отдаляются у нас разные направления. Это всем известная матрица кавариаций. Здесь ничего нового нет. И существует расстояние оригинальное, про которое было написано в 1936 году товарищем Михаллонобисом. Расстояние определяемое таким образом. То есть мы рассматриваем это расстояние через обратную матрицу кавариаций. Что это такое и какими свойствами оно обладает? Обладает оно одним замечательным свойством. Если у нас были какие-то скоррелированные направления, оно делает из этих скоррелированных направлений раскоррелированное. Таким образом, если у нас было какое-то распределение, положим, гауссиан какой-то был, у которого линии уровней были такие овальные, то оно из них делает круг всегда. Очень хорошее свойство. Чем оно хорошо? Тем, что нам не надо будет мучиться с тем, что одно направление у нас более ценно, чем другое. Это, собственно, то, с чем мы столкнулись в самом начале, на самом первом нашем примере. Какими свойствами обладает эта самая замечательная штука еще? Ну ладно, про свойства пойдем по этому самому, по презентации. Просто про Михаллонобиса я могу довольно долго говорить. Итак, что же мы делаем? Окей, давайте скажем, что мы забыли про матрицу кавариации. И на самом деле ведь наша цель не всегда сделать пространство таким всем и себя круглым. Мы должны сделать пространство таким, чтобы в нем легче было классифицировать. И в общем случае это подобрать такую матрицу А, которая бы лучше всего позволяла нам либо классифицировать, либо искать там что-то хорошее. Такие задачи называются задачами типа Михаллонобиса. Чем они отличаются от других нон Михаллонобис задачек? Здесь не написано, но я все-таки скажу немножечко. Отличается она очень простой штукой. То, что матрица А – это матрица, которая определена для всего пространства. Помните, в прошлый раз в дан у нас матрица А была локальна. То есть мы эту матрицу А строили для какой-то локальной окрестности, квири-точки. А в этот раз она у нас глобальна и смотрит на все-все-все пространство. И, на мой взгляд, это самое слабое место у Михаллонобисовых методов. С дистанца А все понятно. Да, еще понятна такая штука. Коль скоро у нас это дистанц, давайте смотреть на свойство А. Если это дистанц, то дистанц у нас может быть только положительным. Ну, не меньше нуля. Если он у нас не меньше нуля, значит матрица А по определению положительно полуопределенная. Ну, не отрицательно полуопределенная. Не отрицательно определенная. Далее. У нас должна быть симметрия. Ну, значит, она еще симметрична. Хотя насчет симметричности, может быть, я и лажаю. Не, насчет симметричности ничего не сказал. Это лажа. Ну, здесь рассматривается, почему она полуопределенная, но рассматривается несколько с другой точки зрения, а точнее с точки зрения разложения, с точки зрения собственного разложения матрицы А. Так как матрица А у нас D на D, ну, то есть она квадратная, значит, мы можем использовать собственное разложение. Что здесь интересного? На самом деле здесь это тоже доказывается и показывается, что у такой матрицы, ну, свойство положительно полуопределенной матрицы, то, что все собственные числа у этой матрицы не более чем ноль, не менее чем ноль. И это очень хорошо. Мы сейчас увидим, в каких местах это хорошо. Ну, здесь рассказывается про property-метрик, но на самом деле зачастую мы будем делать с вами не метрики. Вообще-то та метрика, которую мы только что приводили, она не совсем метрика, это правда. В частности, для нее, у нее есть проблемы с правилом треугольника зачастую. Ну, последнее свойство, которое там есть. Но вот square root от Mahalonobis distance, по идее, если матрица А обладает всеми правильными свойствами, это действительно метрика. Без правила треугольника эта штука называется псевдометрика. На практике все работают с псевдометриками отличным образом. Теперь давайте посмотрим, а что это такое чуть ближе. Мы уже использовали только что собственное разложение. Собственное разложение нас привело к тому, что у нас есть ортонормированная левая часть, дальше диагональная матрица и ортонормированная правая часть транспланированная. Что это такое? Ну, здесь с разложением Халесского все нарисовано. Но если брать не разложение Халесского, а брать собственное разложение в собственные вектора и собственные числа, собственное разложение матрицы, тогда посерединке у нас будет только матрица лямбда большая. Всем остальным оно ничем не будет отличаться. Что это такое? А это на самом деле какое-то линейное отображение пространства. И в зависимости от того, сколько у нас есть ненулевых лямбда, если у нас все лямбды ненулевые и ранг матрицы у нас равен d, тогда это еще и афинное преобразование. Ну, сейчас вот я, может быть, налажал. А может и нет. Нет, не налажал. Все правильно я сказал. И это хорошо. Это значит, что у нас есть какое-то преобразование. Дальше мы внутри преобразованного пространства считаем расстояние, дальше преобразовываем обратно и получаем счастье. Даже ничего преобразовывать обратно не надо. Мы просто считаем расстояние в преобразованном пространстве, что и последней строчкой и написано. Что-то я туплю. И такие это просто евклидово расстояние в неком другом пространстве, о чем я говорил с самого начала. Ну, в частности, вот здесь мы хотим научиться такому. Мы хотим расширить это пространство по вертикали, значит, хотим найти вот такую вот матрицу А. Одно из расстояний мы хотим сжимать, а второе, наоборот, разжимать. Вопрос в соотношении этих самых епсилом и единиц. В этом случае все наоборот, мы хотим разжимать по другому направлению. Однако у нас есть проблема. Если мы хотим объединить два класса, которые по углам расположены, то есть у нас есть два кластера. Кластер класса А, один расположен слева сверху, и второй кластер этого же множества расположен справа снизу, а второй наоборот, вот так крест-накрест. Получается, что эти множества линейно неразделимы. И в этом случае махаланобис не работает. И вообще говоря, нам приходится применять значительно другие преобразования. И о них чуть позже это будут нелинейные преобразования, очевидно. Ну и, наконец, проблема заключается в том, что если мы будем смотреть на саму матрицу А, то, как я уже сказал, матрица А – это D квадрат. И D квадрат – это зачастую слишком много параметров для того, чтобы набрать для них соответствующее количество данных. Например, если у меня пространство… Ну, например, скольки там у вас мерные пространства? Ну, 250 мерные. Возведем все это дело в квадрат и добавим, ну, хотя бы еще три нолика. То есть три порядка относительно числа параметров. Это то, сколько точек вам необходимо для того, чтобы более или менее нормально натренировать модель с таким количеством измерений. Двести пятьдесят в квадрате. Сколько у нас там получится? Много. Ну, хотя бы сто в квадрате – это уже десять тысяч. Десять тысяч плюс три порядка – получается десять миллионов. Десять миллионов точек нам необходимо при размерности сто на сто. А у нас двести пятьдесят на двести пятьдесят. В реальности, ну, три порядка – это от балды взято, но в целом всегда обычно работают. Такой roll of thumb. Таким образом, для того, чтобы подбирать саму матрицу А на халяву, нам приходится слишком много данных иметь, слишком много данных ворочать. При таких размерностях все будет работать довольно слабо. И в такой постановке оказывается, что на реальных данных ничего не получится. Какова обычная постановка в metric learning? А постановка такая. А давайте минимизируем некое правило про сложность нашей модели, R от А, при условии того, что у нас выполняются какие-то CI от А. Это некоторые кондишены. И матрица положительно полуопределена. При этом R мы можем выбирать на свой страх и риск, на свой вкус, но такой же, чтобы он делал матрицу А клевой. Вопрос в том, кто такая клевая матрица А. R – это как раз регуляризатор. То есть мера клевости матрицы. Сейчас мы рассмотрим несколько функций клевости. Как раз одну из них. Про одну из них мы сегодня говорили. Log dead-то это. В целом мы можем перевести из constraint-версии, то есть когда нам необходимо выполнить условную оптимизацию R, в безусловную оптимизацию с помощью нехитрых коэффициентов Lagrange. Ну, на самом деле, если… Я здесь немножечко еще закончу, немножко вас помучаю. Если вы прочитаете последнюю главу в Нестерове, то вам этого делать не придется. У вас все будет хорошо решаться в условиях выпуклости всех R, A и C, A. Все будет очень быстро решаться в рамках условной оптимизации. И в безусловную оптимизацию не надо будет переходить. Но так как Нестерова читают не все, основная тема, что в metric learning, что в SVM, как раз заключается в том, чтобы свести всю эту задачу к безусловной и над ней что-нибудь там порешать, в частности перейти к двойственной задаче или еще что-то такое сделать хорошее. Ладно. Это так. Отступление. Каким образом мы можем определить constraint? То есть какие у нас могут быть условия? А условия у нас могут быть двух типов. Либо то, что… Ну, двух больших типов и внутри каждого типа два маленьких подтипа. Во-первых, мы можем определять отношение точек. У нас может быть задано, что вот эти две точки должны быть далеко или близко. А вторая штука – это относительное расстояние. Вот эта точка должна быть к этой ближе, чем та. Первый тип представляется двумя типами условий. Во-первых, это то, что точки должны быть близко. То есть расстояние между ними должно быть меньше некой L. А второе условие – это то, что они должны быть далеко. Как это ни странно. То есть расстояние между ними должно быть больше некого U. Больше либо равно. Понятно, что такие данные мы можем взять из нашего training set. Если нам даны какие-то лейблы, мы можем сказать, если это задача классификации, что точки внутри одного класса должны быть ближе к точкам своего класса, а точки из разных классов должны быть дальше определенного расстояния. И находить метрику, которая этим условиям удовлетворяет. Второй класс условий тоже, в принципе, очень близок к первому, но привлекает к себе целых три точки. И формулируется чуть-чуть более сложно. Формулируется он тупо. Для некоторой тройки мы выделяем, что расстояние между двумя точками должно быть не больше, чем расстояние между первой точкой из этой пары и какой-то третьей точкой минус некое M. То есть мы говорим, что вот две точки, например, две точки из одного класса должны быть ближе друг к дружке, чем точка из этого класса и точка из другого класса. Тоже с точки зрения логики можно довольно дешево объяснить, что там происходит. Если первая проблема обычно ассоциируется с классификацией, то вторая проблема, говорят, что используется в learning to rank. Но, если честно, я не видел ни одного эффективного метода learning to rank на основе metric learning. Но это так, это отсебятина. Здесь утверждается, что это эффективно. Теперь, каким образом мы можем агрегировать констраенты на дистанции? Да-да-да, какие еще могут быть констраенты? Констраенты могут быть агрегированы. Расстояние между такими-то точками должно быть не больше, чем какая-то величина. Ну, в частности, единица, не вопрос. В которых Y и G — это единичка, если точки принадлежат к одному классу, и минус единичка, если они принадлежат к разным классам. В частности, что получается? Получается, что точки, близость точек из одного класса, точнее, дальность точек из одного класса, дистанция между точками из одного класса, добавляют нам очки. А дальность точек из разных классов нам очки уменьшают. И нам надо минимизировать количество полученных очков. Хотя очки, наверное, это плохая идея, чтобы их минимизировать. Другие констраенты. Ну, бывает много других констраентов. Мы про Generalized Inner Product сейчас будем говорить, поэтому я так расслабленно говорю. А какие же у нас бывают функции клевости? Функции клевости у матрицы бывают разные. В частности, фрабениус-норм – самая известная функция клевости. Чем квадрат фрабениус-норма хорош? Вот я сейчас буду писать. Черт! Я буду писать. На записи не будет этих записей видно, потому что доска стоит криво. Фрабениус-норм хорош вот чем. Ну вот, я как раз думаю, могу ли я… О! Хоть как-то, да? Отлично! Так вот, фрабениус-норм. Ну, вообще-то, это сумма всех модуль а и ж квадрат. Модуль можно убрать, но неважно. А еще… Ну, тут корень надо добавить. Ну, если квадрат, корень мы убираем. Это трейс от А, А звездочка. Ну, А транспонированная, в частности. А что это такое? Трейс – это же у нас собственные числа, правильно? Такая матрица. А матрица у нас положительно полуопределенная. То есть, на самом деле, это L1-норма от собственных векторов. Это… Ну, вот такой матриц. А L1-норма, помните, нам позволяет делать чего-то спарс. Таким образом, фрабениус-норм в мире матриц – это такой L1 в мире векторов. Поэтому, чем меньше по фрабениус-норм у нас матрица, тем с большей вероятностью у нас парс. Это хорошо. Спарс с точки зрения собственных векторов. То есть, тем меньше у нее, по идее, ранг. Очень хорошо. Какие еще регуляризаторы бывают? Long dead divergence. Такая страшная штука. Видите, там три, а, ноль, ля-ля. Все очень смешно, не клево выглядит. Ну, есть еще где-то часовая лекция по поводу того, почему вот эта штуковина клевая. Я не думаю, что сейчас хорошее время для того, чтобы рассказывать, почему клевая. Но поверьте на слово, она очень хорошая. Я могу сказать пару свойств. Хотя там позже будет сказано пару свойств. Окей. Далее. Любая другая loss function от A. Любая другая функция клевости, которую вы придумаете самостоятельно. Но в основном используется либо frabenius norm, либо log dead divergence. Other regularizers. Ну, да. Там у нас использовалось A минус A0. И A0 это то, от чего мы начинаем скакать. От какой матрицы мы пошли. Ну, например, это может быть махаланобис или это может быть единичная матрица. А здесь у нас просто берется frabenius norm от самой матрицы A. Тра-та-та-та-та-та-та-та. Ну, трейс от A0 я не видел ни разу. Как подобрать правильную функцию клевости? Ну, вообще-то зависит от задачи. Есть много-много хороших свойств. Ну, лучше всего, если вы попробуете все и выберете какую-то, которая вам больше всего подходит. Итак, какие есть конкретные методы? И какие есть конкретные формулировки в области metric learning? Из работающих алгоритмов можно выделить несколько. У которых есть какие-то названия, на которые народ ссылается. Вот, в частности, первый алгоритм – это MMC. И что он означает, я не знаю про MMC. Сылается на ZINGA. Функция клевости. Функция клевости здесь всего лишь расстояние между всеми точками из training set. Сумма этих расстояний, так чтобы она была не слишком большая. Далее. Кондишены задаются в форме того, что какие-то точки, принадлежащие одному и тому же классу, должны быть не дальше, чем один. Ну и положительная полуопределенность – это уже традиционно. О, я наврал. Слушайте, я наврал. Конечно же, мы должны максимизировать по A сумму расстояний от точек, которые должны быть далеко друг от дружки. При этом кондишеном является то, что расстояние функции из одного класса, то есть для тех, для которых констроентов меньше, меньше единицы, были бы вот такие. Вот сумма у них была бы меньше единиц. Заметим, что никакого условия на регуляризацию матрицы A здесь нет. В итоге мы можем получить не спарс решений, а вообще плохие. Но так как этот алгоритм самый простой, его можно легко разобрать. Во-первых, у нас есть objective. Objective довольно тупой. Более того, задачка на самом деле выпуклая. Это что значит? Это значит, мы можем применить методы выпуклой оптимизации к таргету в условиях, которые написаны у нас в C. Так как задачка выпуклая, значит любой минимум, который мы найдем, любой максимум, который мы найдем, нас устроит. Очень хорошо. Будем градиентным спуском. Я же говорю, Нестерова никто не читает, поэтому градиентным спуском будем. Однако у нас есть constraint на матрицу A. Поэтому мы вынуждены каждый шаг, градиент десента, после этого проецировать на, во-первых, на пространство constraint, а во-вторых, на то, что матрица A должна быть положительно полуопределенной. Так как мы только что с вами проходили, что положительная полуопределенность означает, что у вас все собственные числа будут не менее чем 0, то есть как первый constraint… А, там даже проецировать не надо, они просто внутри constraint этих находят. Окей. Проблема только с положительной полуопределенностью. Так вот. Для того, чтобы получить положительно полуопределенную матрицу, нам необходимо обнулить отрицательные собственные числа. Мы находим собственное разложение, обнуляем собственные числа отрицательные и получаем положительно полуопределенную матрицу. Таким образом у нас градиент-десент с одной стороны от большого количества параметров, что в матрице А. После того, как мы сделали шаг градиент-десента, мы делаем проекцию на положительную полуопределенность матрицы А. Более-менее понятно или нет? Из чего у нас шаг состоит? Мы должны матрицу А куда-то подвинуть. Мы ее двигаем по градиент-десенту. Градиент-десент мы считаем из вот этой таргет-функции, которая у нас нарисована. Но посчитать от нее градиент по всем параметрам А, это не очень сложно. Там все линейно будет, все будет хорошо. Ну, не совсем линейно, там корень, квадрат. Ну, можно посчитать. Я думаю, все верят. Функция будет, типа там, ax плюс b из этого дела корень. Производную от этого дела посчитать несложно. Сделали шаг по производной, по всем параметрам, которые у нас есть в А. Дальше проблема какая-то, что у нас матрица может перестать быть положительно определенной. Если вдруг она перестала быть положительно определенной, это нас выводит из наших констраентов. Плохо. Что сделать? Ну, ввести ее обратно в констраенты. Как это сделать? Из полученных значений А и Ж, мы берем и делаем разложение в собственное число. Ну, в собственное разложение. И в собственном разложении все отрицательные собственные числа обнуляем. Дальше получаем обратно А и Ж перемножение. Все. Таким образом мы получили полный шаг. И этот полный шаг с одной стороны идет у нас по градиент-десенту, а с другой стороны находится в условиях положительной полуопределенности матрицы А. Зато работает. Ну, на самом деле, я говорю, что если посмотреть в Нестерове, значительно более правильные и продвинутые методы можно применить для того, чтобы они сходились в не более чем d шагов. Там методы внутренней точки позволяют сходиться за d шагов в подобном оптимизации. Но там есть несколько предусловий, конечно. Там, ну, хитро надо работать с констрейнтами. Неважно. Тра-та-та-та-та-та-та. Ну да. Понятно, что это все тупит. Почему тупит? Ну, потому что для того, чтобы обеспечить нам положительную полуопределенность, там каждый раз надо делать собственное разложение. А собственное разложение, оно не дешевое вообще. Ни разу. Особенно если у нас размерность большая. Ну, тупит. На самом деле тупит она не только по этому. Она тупит по двум причинам. Во-первых, градиент десент очень медленный. Мы с вами проходили, что градиент десент у нас сходится очень медленно. У нас вообще нет гарантии сходимости градиента десента. Он может сходиться до второго пришествия. И мы можем говорить только то, что градиент у нас сходится. А сама функция может быть еще вдали. Ну, в смысле, оптимум функции может быть еще вдали. Поэтому неэффективность алгоритма градиент десента, помноженная на неэффективность разложения, собственного разложения, и еще помноженное на то, что градиент десент мы делаем в кривом направлении. Ну, мы не совсем по градиенту ведь идем. Оказывается, что этот алгоритм очень проблемный. Значит, надо что-то делать. Ну, вот второй из этих авторов, я на него много-много, наверное, буду ссылаться, когда мы будем говорить про Support Vector Machines. Это товарищ Йокимс. Это такой известный человек, известен он был в свое время тем, что является автором библиотеки LightSVM. Возможно, кто-то из вас эту библиотеку использовал, а может быть и нет. Вот. Ладно, судя по отсутствию узнавания на лицах, во, молодец использовал. Вот на самом деле, это самый известный пакет SVM-разложений. И Йокимс является одним из очень известных авторов в области SVM. И это первый признак того, что метрик Леонин и SVM, они в одном лагере. Окей. Что они предложили? Ну, во-первых, они используют задачу в том самом классическом исполнении, которое мы ввели. То есть минимизируется некоторый регуляризатор. В данном случае это фрабиниус норм. Ну, квадрат фрабиниус норм. Во-вторых, расстояние там не парное, а троечное. Ну, то есть расстояние относительное. Эта точка должна быть ближе, чем та точка. Ну, положительная полуопределенность уже традиционная. Задачка выпуклая. Снова задачка выпуклая. Это очень хорошо. Выпуклые задачки одно удовольствие решать. Однако, есть некоторая проблема. То, что здесь, смотрите, стоит жесткое условие на то, что разница между дистанциями должна быть больше некоторой константы. В данном случае это единица. И эти констрейнты могут быть невыполнимы. То есть у нас может быть такое множество точек, которые линейными преобразованиями никогда в жизни не приводятся к такой ситуации. Поэтому мы вынуждены ввести так называемые расслабляющие, я не знаю, как по-русски это называется, ну, если переводить напрямую, расслабляющие коэффициенты. В частности, расслабляющие коэффициенты кси. Понятно, что чем меньше кси, ну, вообще оптимальный для нас случай, когда все кси нули. Если они нули, тогда мы приходим к жесткому условию, которая указана в исходном случае. А если они не нули, то мы будем их минимизировать. В итоге вся наша задача сводится к минимизации фробиниус норм плюс с некоторым соотношением, в данном случае она выписана как гамма, сумма этих расслабляющих коэффициентов. если быть честным, то это стандартный прием для саппорт-вектор-машин. Вообще-то вот эти слейк-вариаблс, они берут свою основу там. При этом у нас накладываются условия не только на положительную полуопределенность матрицы А, но также и на положительную определенность, ну полуопределенность, коэффициентов, вот этих расслабляющих коэффициентов. Да, конечно. Положим, у нас какие-то точечки расположены вот из этого класса, нелинейно, да? Вот у нас есть два кластера, и линейно эта вся фигня неразделима. Дальше, если мы начнем накладывать условия на то, что точки вот этого класса, вот эти вот две, находятся ближе, чем вот эти вот две, ну вот эта точка должна находиться ближе, чем вот эта точка, мы немножечко обломимся, потому что никакими линейными преобразованиями мы этого достигнуть не можем. Вот. В итоге у нас сами условия жесткие условия. Выполняться в этом случае не будут. В этом случае мы захотим эти кси минимизировать. То есть на самом деле количество, скажем так, таких исключений мы будем минимизировать. Так как кси у нас положительные, то вообще-то это ля-один норм на кси. То есть мы захотим получить как можно больше этих кси нулей. Да, для каждой, для каждой, для каждой, для каждой тройки точек, это свои собственные кси. Поэтому чем больше этих условий мы удовлетворим, тем мы, тем нам лучше. Так как это ля-один норм, то мы хотим с парсити. Значит, как можно больше точек у нас должны удовлетворять исходным правилам. Это понятно? Ну, если честно, я бы скорее рассматривал эту ситуацию не геометрически, а алгебраически. Алгебраически, что это такое? У нас есть длинный-длинный список того, как мы хотим, чтобы было в идеальном мире. Чтобы выполнялось условие там для вот этих точек, вот этих точек, вот этих точек, вот этих точек. Мы понимаем, что реальность наша такова, что все условия выполнить мы не можем. И мы хотим найти такое А, которое выполняет как можно больше из этих условий. Дальше вопрос только в том, какую норму мы изберем в этом месте. Мы могли бы взять L0 и просто минимизировать количество условий, которым мы не соответствуем. Но L0, к сожалению, у нас, ну, очень плохо. Все L0 задачи решаются, но они NP-полные. Поэтому мы вводим нечто другое, что приводит к спарс-решению. В данном случае это L1. И поэтому кси вот этого у нас не квадрат, а линейно. Так как все кси положительные, модуль мы можем убрать. И задача у нас становится из... из... ну, негладкой, какой она была бы с модулями, абсолютно гладкой. Ну, понятно, наверное. Вроде бы я все разжевал, что мог. Все довольно тупо. Но эти парни на этом не останавливаются. Эти парни, они идут дальше. Они говорят, что не хотим мы произвольной матрицы А. А мы вообще хотим подбирать только D параметров, где D это dimension. Как они это делают? Они все точки запихивают в матрицу M. И говорят, что вот у нас будет вот такой вот хитрый поворот. Таким образом, как вы понимаете, от каждой пары мы умножаем ее на сами точки. Там получается длина минус скалярное произведение. Ну, неважно. Короче, используется фиксированная матрица M. и подбирается только диагональ, которая их соединяет. Там сумма скаляр... Ну, неважно. Сейчас я вам наговорю глупостей. Так вот, как только нам надо подбирать D параметров, мы можем это делать гораздо быстрее, во-первых. А во-вторых, качество решений у нас увеличивается. Нам надо меньше точек. для того, чтобы подобрать не D квадрат параметров, а D. M фиксированная. Вот утверждается, что вот эти парни, которые Шульц и Йокимс, они использовали напрямую матрицу Data Points. То есть в каждой строчке там точек стоял. и вообще эта штуковина, она связана просто напрямую с расстояниями. То есть они что-то хотят сделать с расстоянием между парами точек. Ну все приводится к пространству, где у нас мы из пространства фич переходим в пространство точек. Ну, размерность, смотрите, размерность изначально X это D, а после применения матрицы M мы переходим в пространство точек самих. Н большое. И между парами точек мы можем там определять вот эту вот матрицу D. Она гораздо большей размерности будет. Да, насчет D, D размерности D, это я тормозну, неправда. Она размерности, в этом случае размерности количества точек, то есть N большое. Но вообще-то вместо M может быть любая другая матрица любого другого преобразования. Ну, какая, например, матрица? Тут написано метод can be kernelized. Что это такое kernelized? Это значит, мы переходим в пространство большей размерности, где наше множество становится линейно разделимы. Например, как это может быть сделано? Ну, давайте сделаем так, что мы переходим в пространство, где размерностями являются x1, там, квадрат, x1, x2, x2, квадрат. Вот три типа размерности. Заметим, что все, что было квадратно разделимо до этого, становится линейно разделимо в этом пространстве. Очень хорошо. Настало счастье. tx. Главная фишка здесь в том, что m фиксировано. И подбираем мы только элементы d. Что сделать значительно проще? Ну, понятно, что это не совсем махаланобисов метод, потому что мы подбираем диагональ, и у нас, собственно, преобразование пространства, оно фиксировано. самый зубодробительный метод из того, что есть. Здесь констраненты бывают обоих видов. Во-первых, бывают констраненты, которые зависят от... Нет, стоп. Все констраненты зависят от пары точек. Дальше. Второй вид констранентов зависит от того, дистанция должна быть больше или меньше, чем она есть сейчас. То есть дистанция в новом пространстве, в котором мы преобразовываем, через a, должна быть больше, чем текущая дистанция, на некоторую гамма. Ну, вообще, в целом, должна быть больше. Ок? А? Пример? Ну, смотрите, ребят, еще раз. Вот, ну вот есть у тебя две точки. Ты говоришь, что расстояние в текущем пространстве, оно маленькое. Я хочу, чтобы расстояние между этими точками было больше. Нет, в новых единицах. Вот в старых единицах. Расстояние 1, хочу, чтобы в новых было 2. И это второй вид условий. Ну, а первый вид условий мы уже с вами видели. То, что в исходном у нас одно расстояние, а в том, которое мы хотим получить, мы хотим, чтобы было меньшее расстояние. Меньше минус какой-то единиц. Отличаются, ну, в принципе, почти не отличаются от предыдущего, кроме того, что использованы близость и дальность, условия близости и дальности по сравнению с предыдущей методой. Ну, и то, что нету никаких ограничений на матрицу А. Есть, короче, такой метод. Говорят, работает. Но, судя по всему, делает все то же самое. Градиент пустинг. О, фу. Градиент десент с проекциями на А. Ну, то есть с проекциями полуопределенности. То есть эта штуковина значительно более дорогая, чем Йохимс. Но она гораздо более общая. Один из методов, которые используются активно, это Neighborhood Components Analysis. Основывается этот метод на том, что мы в прошлый раз рассматривали. То есть мы выбираем ближайшего соседа, но не просто так выбираем, а выбираем его с некоторой вероятностью. Вероятность того, что какой-то сосед станет у нас ближайшим, она пропорциональна расстоянию, обратно пропорционально, нет, пропорционально экспоненте от минус расстояния до этого соседа. То есть чем ближе у нас те самые товарищи, тем больше у нас экспонента. Для самой точки у нас от экспонента единица получается. Нет. Да. И делим мы это все на расстояние до остальных точек. На сумму расстояния до остальных точек. Получается некоторая вероятностная модель ближайшего соседа. И мы хотим сделать так, чтобы для элементов из одного класса эта вероятность была бы максимальна. Суммой вероятности. При условиях того, что матрица А положительно полуопределена. Ну, на мой взгляд, это как-то довольно странновато складывать вероятности в данной ситуации. Но, раз парни хотят, то есть я бы здесь произведение скорее поставил и перешел бы там к логарифмам, но раз парни хотят, значит так надо. Ну, парни так захотели и пришли к тому, что вообще-то эта задачка не конвекс. Ну, то есть она не не выпуклая. Если задачка не выпуклая, ну, за счет чего она не выпуклая? Помните, мы в прошлый раз, ну, в какой-то один из прошлых разов говорили, что likelihood, log-likelihood, он весь из себя конвекс в виде вероятности, когда вероятность x y равна e в степени x поделить на e в степени y плюс e в степени ну, s там от y и от x когда p a ну, там, больше b, например, да, равна e в степени s от a на e в степени s от a плюс e в степени s от b Здесь функция чуть сложнее и здесь логарифма нету. Видите? Так как логарифма нету, вся эта штуковина становится совсем не конвекс. В итоге мы ищем оптимум на свой страх и риск. Мы все равно будем искать локальный оптимум, в частности, градиент десентом. Но куда мы придем, а бог его знает. Если повезет, придем к нормальной точке. Не повезет, придем к стационарной. Окей. Неа. Ну, я не знаю. Ну, произведение, в смысле суммы алгоритмов. Я не знаю, чем это лучше, но парни так делали. Я думаю, что они просто так статью написали. Решили взять много-много, ну, суммы вероятности. Здрасте. От меня скрыта эта логика. Потому что вроде бы там лайклихуд стандартный, а здесь какая-то хрень. Ну, не знаю. Да, проблема не конвекс. Дальше мы можем положительную полуопределенность заменить очень простой штукой. Взять АА, как произведение G-транспонированного на G. Ну, то есть, сказать, что нас интересуют только какие-то преобразования нашего пространства. А? Ну, G это как раз вот это преобразование. Оно будет, скорее всего, не афином, то есть, не будет обратного преобразования. Но он будет хоть какую-то. Окей. Дальше тема такая, то что мы можем контролировать ранг G. То есть, сначала мы, например, жадно найдем оптимальный G ранг 1. То есть, найдем такой оптимальный вектор, который там сам на себя дает оптимальное решение предложенной задачки. Потом к нему добавим какой-то второй вектор, ну, какую-то вторую матрицу, которая получена из второго вектора. И таким образом мы можем наращивать размерность пространства, жадно, например. Так как у нас нет условия А больше либо равно нуля, получается, что наша оптимизация неусловная. У нас абсолютная оптимизация. Посмотрите, у нас было только одно условие, то что А положительно определенная. И мы, наконец-то, ушли от условной оптимизации. Однако оптимизация, хоть и безусловная, но относится к классу невыпуклых и к классу оптимизации общего вида. Про класс оптимизации общего вида мы с вами буквально две лекции назад общались. Все плохо. МСМЛ. МСМЛ. МСМЛ очень близко к предыдущему методу, кроме того, что вместо вот этой страшной суммы вероятности, которая никому непонятно используется, кульбек либлер дивердженс. Я его никак не могу выговорить, оно всеми зовется KL дивердженс. Смысл этой штуковины, он довольно тупой. Если у нас дискретный случай, то мы пишем такое, что KL от там AB равно сумма ну там лучше так P1, P2 P, A, P, B по всем возможным точкам на вероятность A от X умножить на логарифм P, A от X на P, B от X Мы будем ну не один раз встречаться с KL дивердженс. Свойство у него такое, то что ну по сути оно определяет насколько разное у нас распределение между точками. И 0 достигает там, где вот этот логарифм в ноле. Логарифм в ноле тогда, когда у нас вероятность одинаковая. И собственно это хорошо. Мы хотим получить такое распределение P и G, которое зависит у нас от дистанции, которое совпадало бы у нас с идеальным probability distribution. А идеальный мы задаем таким образом. Мы хотим увидеть, что вероятность принадлежности к одному классу у нас единицы для точек, которые действительно принадлежат к одному классу и ноль в иной ситуации. Таким образом, KL дивердженс в этой ситуации оказывается хорошей функцией близости. Кроме всего прочего, KL дивердженс, в отличие от предыдущей вот этой штуковины, страшной суммы, оно еще и выпукло. Поэтому мы можем гарантировать мы можем гарантировать наличие глобального оптимума. Ну и на мой взгляд этот метод как-то более математичен, что ли. Во всяком случае, ну понятно, почему он работает, почему там сумма этих вероятностей работает, я не понимаю. это был общий обзор того, что бывает в жизни. А сейчас то, что используется. Вообще, сколько времени? Как-то мы... Ну окей. У меня просто примерно треть всего, что есть. Ну ладно, давайте попробуем ускориться. Есть один из самых известных и один из самых первых методов metric learning, который называется Polo. Во-первых, задачка стоит искать функцию близости не по уже всем известным данным, а по данным, которые приходят от точки к точке. Такие методы, если вы помните, называются online learning. когда у нас есть только исходно какое-то состояние, потом нам дают один пример, потом нам дают второй пример и так далее, и мы должны минимизировать отставание от offline метода. То есть от того метода, который знает сразу все. Вот Polo является как раз таким онлайн методом. кроме всего прочего он оптимизирует не только A, но и оптимизирует такую штуку как граничку. То есть в любом методе нам надо говорить расстояние между точкой A и точкой B равно 2. Это много или мало? Кроме всего прочего Polo нам рассказывает какое расстояние большое, а какое маленькое. То есть подбирают еще и параметр B, который является с решолдом. На каждом шаге мы обозреваем троечку. Троечка состоит из двух значений, ну, из двух точек. И нам рассказывают эти две точки либо близки, и тогда третья чиселка это единичка, либо они относятся к разным классам, и тогда это чиселка минус единичка. Будем рассматривать такой лось. На самом деле это хинж-лосс, но мы пока не знаем, кто такой хинж-лосс, потому что мы не проходили с вами SVM. Это функция максимума от нуля и такой хрени. Хрени это произведение yt, то есть знака, на разницу между дистанцией между точками xt и xt штрих и той самой b, которую мы подбираем. Плюс к этому делу один. Что это такое? Да, я надеялся побыстрее стать, но в общем побыстрее я не стану. Но положим у нас есть какое-то разделение двух классов. Дальше у нас есть уверенное разделение обозначенное вот этой черточкой и неуверенное разделение, которое ближе к этой черточке. А еще есть парни, которые по другую сторону барьера. Положим, вот здесь у нас лежат кружки, здесь у нас лежат треугольнички и вот один из треугольничков попал вот сюда. Вот это очень плохой треугольничек. Мы для него должны очень большое значение иметь. вот эти треугольнички они нас устраивают и вклад их насколько они расположены вот здесь или вот здесь нам вообще-то по сараю. Нам все равно. А учитывать мы должны только те треугольнички, которые либо неуверенно классифицированы, либо классифицированы неверно. Это наше такое рулов сам. Теперь как оно выражается математически. И что мы здесь видим? Во-первых, мы видим такую штуку max 0. 0 это значит, что для тех треугольничков, которые у нас уже хорошо классифицированы, мы хотим, чтобы они не участвовали в loss function. И если расстояние, видите, distance xt t' квадрат минус b плюс 1, то есть дистанция у нас для точек, которые входят в один и тот же класс, она меньше определенного значения, то мы для них берем 0. А если она больше значения, то мы берем этот loss целиком. Идея примерно понятна или нет? То есть для вот этих точек мы получаем 0. Мы хотим некоторую надежность. И для вот этих точек мы к их функции, к их дистанции, к классифицирующей функции, которая у нас dA xt xt' квадрат минус b это же у нас классифицирующая функция, правильно? Если расстояние меньше b, то значит они в одном классе. Если расстояние больше b, значит они в разных классах. Мы от него еще отнимаем единичку. То есть мы хотим, чтобы эта разница была еще и уверенная. Это hinge loss, мы с ним встретимся очень активно в svm, и там мы будем его разбирать много-много раз, но это будет уже в следующем году. Поэтому сейчас я скажу, что вот это hinge loss, там тра-та-та-та-та-та-та, мы хотим подбирать все время a и b на каждой итерации так, чтобы для всех предыдущих точек и для той, которая у нас пришла, было бы все хорошо. То есть выполнялась бы что? Выполнялась бы минимизация этого lt. Слушай, ну смотри, идея такая, то что мы же любую дистанцию можем умножить на константу, правда? На самом деле интересно, не сама константа, не 100 или 200 у нас расстояние, вот там в уверенности, а интересно соотношение этого расстояния с b. То есть мы можем сделать очень маленький b и поставить там очень маленькую константу. Это будет равносильно тому, что мы все это увеличим, умножим на какую-то фиксированную константу и напишем с единицей. В итоге здесь важно не сама константа, которая там стоит, в частности единица, а соотношение этой константы с b. Окей. Черт, опять ничего не видно теперь. Так вот, мы хотим апдейтить итеративно с каждой точкой a и b таким образом, чтобы все было хорошо. Total loss у нас в общем понятный, для каждого t мы там что-то хотим. Более того, мы хотим, чтобы наш онлайн метод работал хорошо. Для этого мы введем regret. Регрет кто это такой? это наше сожаление от того, что мы онлайн метод. Если бы мы были оффлайн методом, у нас были бы все данные, мы бы классифицировали точки вот так. Но так как мы онлайн метод, то мы все точки будем классифицировать по-другому. И нам нужны какие-то гарантии на этот регрет. Существует несколько реализаций этого алгоритма. Известно, что достижимы определенные уровни регрета. В частности, там O от корень из t, либо в некоторых случаях даже логарифм от t. То есть это очень эффективные онлайн методы. Ну, с логарифмом. Скворим не очень. Теперь каким образом устроен этот самый алгоритм Пола? Выделяются, ну, во-первых, нас интересует, мы будем работать с вами в пространстве d квадрат плюс одномерном. d квадрат у нас берется из матрицы А, это понятно, мы уже с ним работали, плюс b константа трешолда. И вот в этом d квадрат плюс одномерном пространстве мы можем выделить два подмножества, которые нам интересны. Первое подмножество это такое, для которого на данной точке t выполняется условие равенства на лю loss function. А второе множество это которое, во-первых, для которого матрица А положительно полуопределена, а во-вторых константа b у нас больше либо равна единице. Ну, понятно, что это два вообще-то разных множества. Понятно или не очень? Ну, там большое пространство, хитрое, но так как условия все видите больше либо равно, там все такое, то они вообще-то оба выпуклые. Больше либо равно, а сами функции, которые там внутри стоят, они выпуклые. Окей. Тогда мы можем использовать ортогональные проекции. Такие хитрые на каждое из этих множеств. То есть это такой argmin, минимальный такой вот y принадлежащий c, который обеспечивает минимум нормы. То есть проекция, обычная ортогональная проекция, чего вам, блин, мозг парил. Дальше мы на каждом шагу хотим делать сначала проекцию на ct, то есть на ту штуку, которая решает нам проблему для данной точки. Во-первых. А во-вторых, потом мы хотим делать проекцию на c, чтобы выполняли все constraint. Утверждается, что такая метода это позволяет делать. Во-первых, мы рассмотрим исходное расстояние между теми точками, которые нам выдали. Дальше от этого расстояния нам нужно сделать проекцию на ct. Как мы его будем делать? Во-первых, мы вычислим α, которое будет зависеть от того, насколько большой у нас лось. Если лось такой большой и рогатый, то α будет большая. Если лось не очень большой, то α будет маленькая. Соответственно, у нас будет либо большой, либо маленький update a. a мы будем апдейтить следующим образом. Мы хотим двигаться в направлении этой разницы или в направлении этой разницы в случае если точки относится к одному классу, тренджу к разным классам и в направлении против этой разницы если точки относятся к одному классу. Со скоростью α. то есть со скоростью размера лося. Таким образом update самой матрицы он тупой. Update B но он чуть менее тупой. Точнее он тупой еще более. Проблема у нас заключается только в том как сделать проекцию на положительную полуопределенную матрицу. Пространство у нас большое как там все повязано нам же снова придется делать собственное разложение а собственное разложение мы делать не любим вообще-то. Но в этом случае мы заметим что update посмотрите а от с крышкой у нас отличается от at который мы знаем что положительно определенная на матрицу ранга 1 есть теорема доказывать которую я вам не буду и название которое я долго и упорно искал о том что если мы добавляем к матрице матрицу ранга 1 такую нехитрую то собственное значение полученной матрицы от исходной у нас будут находиться в как-то перемежаться мне сегодня говорили какой-то правильный глагол ну короче они будут идти в таком соотношении сначала будет идти самое большое собственное значение от at с крышкой потом первое значение из at потом второе значение от at с крышкой и так далее то есть собственные значения будут идти вот так вот если с правой руки у меня идут исходная матрица и собственное значение исходной матрицы наоборот а слева получающаяся матрица в итоге у нас с вами может получиться только одно единственное отрицательное значение одно единственное одно единственное собственное значение меньше нуля понятно почему то есть у нас вот этот палец который остается вот он может уйти за ноль потому что вот уже второй палец он ноль не меньше нам надо найти в итоге только минимальное значение а найти собственное число с минимальным значением это довольно простая задача ну она сводится к тому чтобы найти собственное число с максимальным значением а эта задача знаете как решать да ну возьмем произвольный вектор и много много раз умножим его на матрицу и уйдет он у нас максимальное собственное число ну короче эта задача решается на халяву никаких разложений не надо просто умножаем матрицу много-много раз без проблем окей таким образом здесь этот метод работает довольно быстро проблема в том что работает плохо халяву про него еще известна вот замечательная теорема но про теорему я сейчас не буду рассказывать который гарантирует нам нижнюю да нижнюю грань для регрета ну это не важно я сейчас не хочу про это говорить проблема в том что пола к сожалению работает фигово но на ней но она простая и она быстро поэтому много где используется есть второй способ мнн который относится к классу не по-моему нет все гоню гоню который тоже в принципе сводится к к свм только что он пытается делать он пытается собрать все точки одного класса в каком-то одном месте и дальше как можно большим расстоянием отгородить их от точек другого от точек других классов что-то еще не заговариваюсь но где-то мы эти констраенты уже видели сегодня первый метод который мы рассматривали так и формулировался ну это мы тоже видели ну то есть у нас есть некое similarity и similarity мы хотим минимизировать ну то есть ну то есть расстояние до точек между точками которые относятся к одному классу мы хотим минимизировать плюс некая гамма на сумму от slack variables которые у нас считаются для тех точек которые мы хотим чтобы были разогнаны в разные стороны то есть мы накладываем некоторые констрейнты на расстояние и при этом пытаемся точки которые близки сделать как можно ближе ну если смотреть на вот эту картинку то мы определяем точное расстояние какой вот маргин у нас должен быть между точками в одном классе и точками в другом классе вот там между кружочком и квадратиком любым у нас должно быть расстояние не меньше чем такое-то а дальше пытаемся сами кружочки расстояние между ними минимизировать таким образом диссимиллярити у нас является констрейнтом в данном случае ассимиллярити таргет функции понятно что мы не всегда это можем сделать поэтому нам надо ввести slack variables ну они говорят следующее то что такая постановка приводит к тому что в специальных методах этот смысле в специальных условиях этот метод типа лучший позволяет много-много операций проводить и так далее но в подробности не вдаются видно секретно теперь что касается не михалонобисовых дистанцев в прошлый раз один не михалонобисов метод мы уже проходили это den и в den у нас расстояние определялось локальной точкой здесь все то же самое только немножко по-другому немножко по-другому вот в чем мы будем искать не вот у нас есть разные точечки не расстояние в той точке которую нам задали то есть не в квире точки а мы определим функцию расстояния для всех остальных точек а если попробую по-человечески описать в den мы исходили из того что нам нужно узнать расстояние вблизи точки запроса а этот метод в некотором смысле обратный то есть мы хотим найти расстояние вокруг каждой точки из лерна идея понятна или нет для того чтобы понять какие здесь точки близко или далеко мы должны посмотреть что творится рядом с этой точкой и дальше пересчитать расстояние для всех остальных точек но проблема наша в том что для каждой новой точки запроса нам приходится пересчитывать этих самых нероснейборсов но помните там много проблем у нас возникает что здесь предлагается делать предлагается делать гораздо более простую штуку ну круто у нас же есть все точки лерна давайте мы посчитаем а какая у них у каждого оптимальная функция дистанции вокруг них вокруг этих точек не вокруг вот этой точки вот у меня вот такие оптимальные дистанции а вокруг исходных точек и дальше посмотреть ну то есть дистанция у нас получается по количеству точек и посмотреть насколько в этих терминах у нас найдется ближайший сосед в итоге нам интересно настроить не одну функцию расстояния а n большое функцию расстояния где n большое это количество точек и для каждой точки вот это свое расстояние применить а да и посмотреть кому q будет ближайшим соседом идея вот довольно тупая вот такая но как вы понимаете для каждой точки подбирать матрицу а размерности d на d не очень круто поэтому мы будем сходить из самой простой постановки задачи metric learning когда мы хотим найти диагональную матрицу усиливающих коэффициентов в этом случае тра-та-та тра-та-та мы берем с собой кота а что они тут все не стали рассказывать а слушайте я перепутал все извините пожалуйста я вам все правильно рассказал но это будет относиться к следующему методу здесь я тупану здесь все просто здесь все гораздо проще тут сначала кластеризация проводится то есть все данные у нас кластеризуются дальше внутри каждого кластера мы находим свой свою функцию расстояния свою матрицу а, c, i и дальше тупо сначала классифицируем ну смотрим к какому кластеру точка относится или можем даже так не делать смотрим насколько она близка к этим кластерам по соответствующей функции расстояния для кластера находим ближайшего соседа и все у нас хорошо то есть эта штука она гораздо проще это я тупану утверждается что lmnn с большим количеством метрик жжет всегда жжет почти наверное ну и в общем это логично согласитесь если у нас в разных частях пространства свои законы то большее количество матриц лучше чем меньше меньшее количество матриц то есть ну локальные расстояния они более точные чем глобальные расстояния растягивать зависимость на все пространство оказывается не всегда клево может быть у нас есть какие-то локальные зависимости и в реальных ситуациях скорее так и происходит поэтому ну multiple matrices всегда ну почти всегда выигрывают хочу заметить что вот видите в последней в последней колонке вот там последний датасет что-то там EL faces да у нас выиграл lmnn ну тут не зря приведено что он и в трейне выиграл есть ощущение что multiple matrices был просто недоучен ну вообще у него переменных больше это все понимают то что у него переменных больше значит он умеет доучиваться то есть на трейне у него должен быть скор лучше multiple matrix это как раз вот когда сначала кластеризацию провели потом вычислили для каждого кластера матрицу а и по ней начали считать расстояние вот ну только что рассказывал вот и сравнивают это с исходным методом так вот так вот я говорю следующее то что там переменных больше у этих multiple matrix поэтому на трейне у них должны быть значения значительно меньше Почему? Ну, они оверфитятся, должны быстрее. Не знаю, как это по-человечески объяснить. Короче говоря, явно, что в последнем случае Multiple Metrics был просто недоучен. Из этой таблицы можно сделать, что он всегда круче. Не то, что одно исключение есть, а этого исключения нет. Не важно. Ну, не совсем, понимаешь, тут же вопрос в оверфите. То есть можно ли его обучить так, чтобы не оверфитнуть? Тут утверждается на всех вот этих множествах, что можно. Но на одном множестве мы увидим, что на тесте есть в третьем знаке худший результат. Но мы видим, что на трейне тоже в третьем знаке метода недоучена. При том, что у нее больше параметров, это значит, что на трейне она должна значительно меньше очки давать. Ну, в смысле, значительно меньше эррор давать. И если у тебя больше параметров и большее значение ошибки на трейне, это значит, что ты эти параметры недоучил. То есть метод у тебя еще не сошелся. Обычно. Так как они одного класса, я из этого делаю вывод, что просто парни не дошли. То есть если бы они сделали еще несколько итераций, скорее всего они перевалили бы эти 3.57 в трейне. Сделали бы из них, допустим, два в легкую. И тогда они получили бы значение на тесте значительно более хорошее. Ну, неважно, ребята, это все. Тра-та-та, тра-та-та. Ой, слушайте, я чувствую, про лог дед я сегодня рассказывать не хочу. Времени уже как-то дофига. Давайте, может быть, на этой ноте и завершим, чтобы никого не мучить. Тут просто еще примерно половина презентации. Если я сейчас начну рассказывать про лог дед, я боюсь, я вынесу весь мозг.